Взрослые Это Веня. В те редкие минуты, когда он не думает о еде, он думает о том, как понравится Лариске. Сегодня решительно подойду и скажу Лариске, где мой бутерброд? Фу, слава богу. Маша могла бы не учить уроки, потому что учителя знают, что она отличница, и поэтому редко ее спрашивают. А это Владлен. Он у нас будущая звезда финансового рынка. Окончу школу, заработаю много денег, куплю школу, и уроки будут начинаться не раньше 12. Это ванильная Лариска. Она у нас самопровозглашенная королева моды. А можно перекрасить школу в розовый? Или бирюзовый? У меня вроде есть бирюзовые туфли. А вот и я, самый обычный ученик самой необычной школы. Дети, сегодня вас ждет блокбастер. Международный проект. Массовые батальные сцены по всему миру. Что-то вроде двойного удара с Жаном Клодом Ван Дамом. Итак, тема урока «Межвидовая борьба». Лариса похвальна. Я не хочу отвечать. У меня объявление. Обожаю объявление. Сюда. Слушаем, Лариса. Завтра у меня состоится большая вечеринка. Круто! Обожаю вечеринки. Мы в детстве проводили, я знаю много конкурсов. Это будет самая прикольная вечеринка. Поэтому я приглашу только самых прикольных. К концу дня я составлю список тех, кто попадет на мою самую прикольную вечеринку. Владлен. У меня тоже вечеринка. Опа! Две вечеринки. Прошу сюда, к нам. А когда у тебя? Тогда, когда и у тебя. Во сколько? Во столько, во сколько у тебя. Кто у тебя будет? Все те, кто собирался к тебе. Секундочку. Я напоминаю, тема урока «Межвидовая борьба». У меня все. Продолжайте. Это не честно. Ты-то специально. Нет, случайно. Вообще-то у меня день рождения. Не исполняется, не скажу, сколько лет. Молодец, Лариса. Вообще-то у меня тоже день рождения. День рождения моей жабы. Что же у тебя будет на день рождения твоей жабы? Прошлый день рождения батиша пел. Хочешь, видюху скину? А кто это? Меня тоже скинь. Еще посмотрим, у кого круче вечеринка будет. Так, Лариса, на место. Владлен тоже. Брейк. Брейк, брейк, брейк. Итак, что вы поняли из урока под названием «Межвидовая борьба». Да, Маш? Хищник может стать жертвой. Браво, молодец, пять. Веня? Жертва может стать хищником. Ну, наверное, нет. А почему? Ну, вот ты можешь сейчас напасть на утки. Нет. Вот видишь. О, Лариса, у меня к тебе вопрос. Вопрос по поводу списка, приглашенных на вечеринку. А, но вы же директор. Именно. Поэтому я не хочу, чтобы ты вносила меня в список. Ну, только из-за того, что я директор. Понимаешь? А, ладно. Я не буду вас носить в список. Нет, ты не несешь мне в список. Потому что со мной вечеринка пройдет гораздо веселее. Вот смотри. А Диме, Диме, Яга, Аяга, Яга, Упс. А Диме, Диме, Яга, Аяга, Яга, Класс. В траве съела саранча и напевала. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-чу-чу-чу-чу-чу. И си, и жу, и соловью. А, смотри, я знаю очень много конкурсов, подвижных игр. Со мной будет веселее. Ага. Да, но... Да, но как я породил сутки? Я то, что надо. Владимир Альбертович, а зачем вам эта вечеринка? Понимаете, Стелла Артуровна, это моя же общая образовательная метода. Свой среди своих. Стань для ребенка своим, и он будет слушаться тебя по-настоящему. А к доске пойдет... Так, к доске пойдет... Ну, конечно же, Толик! Я не буду тебя слушать, ты не учитель! А где твое воображение? Уткин! А-а-а! Да, Стелла Артуровна! Ты, видимо, вызвался исправить свою двойку, которую заработал на прошлом уроке, исправляя предыдущую двойку. Открывай доску. Как называется данное построение? Да, Толик. Пифагоровы штаны. Правильно, Толик. А что мы знаем про пифагоровы штаны? Пифагоровы штаны во все стороны равны. Чтобы это доказать, надо снять и показать. Уткин, не все подсказки одинаково полезны. А я смотрю, всем весело. Достали листочки. Зачем? Вас ждет самостоятельная работа. Обожаю этот звук. А я могу пять минут не дышать. Ну и десять. Ой, рассказал пять. Да, вчера полчаса не дышал. А я сейчас. Да, кто больше сможет не дышать. Давай. Три, четыре. И погнали. Ты дышишь? И я тоже не дышу. Нужно признаться. Честно нам, братцы, Лучшая школа номер тринадцать. Кто не считает так, будем мы драться. Лучшая в мире школа тринадцать. Владимир Альбертович. Вы? Зови меня просто МС Янка. Вечеринка в шесть. Очень ждем ваши конкурсы. Ну что, не дышишь? Ну ты уперный. А что вы делаете? Мы не дышим. Уже пятнадцать минут. Ого, а можно с вами? Валей. Слабак. Просто некоторым не дано не дышать. Здравствуй, Толик. Стелла Артуровна? Это вы? Нет, Толик. Это не Стелла Артуровна. Кто это? Покажись, трус. Здравствуй, Толик. Откуда ты знаешь мое имя? Ты создал меня, я пришел к тебе из будущего, чтобы предупредить о катастрофе. Какой еще катастрофе? Если завтра, вместо того, чтобы пойти на вечеринку к Владлену, ты останешься дома делать уроки. Ты что? Что тогда? Роботы захватят человечество. Я обязательно пойду. Все, мне пора. Постой. А я стану великим ученым? Ты станешь сборщиком роботов. Обыкновенным сборщиком роботов на заводе. Нет! Сосредоточьтесь. Самый крутой охранник в мире работает в нашей школе. Самое запутанное дело для него так и останется самым запутанным. Будьте внимательны. И не беспокойтесь, они вас не видят. Я вижу. Итак, кто из них? Никто. Вы уверены? Абсолютно. Папа, папа! У меня дочь. До свидания, дядь Коль. Салют. Подозреваемые свободны. Спасибо, дядь Коль. Спасибо, дядь Коль. Спасибо, дядь Коль. На уроки. Я решила сделать подарок Алиске сегодня. Ну, чтобы она меня пригласила. Подари ей деревянные треугольники. Очень смешно. Влад, дай в долг. Ради любопытства спрошу, зачем тебе? Я решила сделать подарок, чтобы попасть на черенку. Это даже интересно. Я тебе деньги взаимы дам, а ты мне на них подарок купишь. Таким тебе ела риски. Понятно. Ты трудовика попроси. Он у нас рукастый. Чего он мне помогать-то будет? Скажи, что у тебя папа на Байконуре работает. А ты его провести можешь. Тоже. Идея. Давай. Мы уже сами потихоньку начинаем верить в то, что наш трудовик инопланетянин, и на Земле он временно. Говоришь, на Байконуре? Да он самый главный по запуску ракет. Ого. Значит, сможет меня и к ракете подвести? Ну, да. Прямо к ракете. Я думаю, наверное, и залезть получится. О-о-о. Быстро говори, что тебе надо? Планшетник. Планшетник. Хорошо. А что это? Это такой высокоинтеллектуальный и числительный аппарат. Управляется вообще без клопок. Э-э-э. Проще простого. Вот тебе планшетник. На нем еще играть не нужно. Играть? Вот. Еще он электронный. Работает от аккумулятора. От аккумулятора. Будет тебе аккумулятор. Вот. Нет, но он должен быть компактным. Тебе не угодишь. Ладно. Будет тебе компактный. Вот тебе. Нормально? Ого. Да вы прям крутой, Иван Марсович. А когда на Байконур? Скоро, скоро. Смотри, а здесь ты улыбаешься. Меня мама туда записала. Фу. Ты чего? На балет ходил? Не надо садиться. Посмотри на эту фотку. Ты абсолютно счастлив. Калкуткин балерина. На вашем месте, Юрий. Я бы так не радовался. Ну и что, в детстве все калкутки носят? Вот и недельные давности. И учтите, если что-то со мной случится, негативы сразу попадут по нужному адресу. Чего ты от нас хочешь? Чтобы вы завтра пришли на мою вечеринку. Так мы и так собираемся к тебе прийти. Небольшая подстраховка. Балерина. Калкутки. Калкутки. О, магистр знаний. Добро пожаловать в столовую. Добрый день. Что извольте? Мне что-нибудь особенное. Все самое лучшее для самого школьника нашей школы. Ух ты! Свежайший номер. Спасибо. Приятного аппетита. О, самый мой хороший клиент. А можно мне тоже что-нибудь особенное? Конечно. Дополнительные котлеты. Спасибо большое. Приятного аппетита. Ой, Владлен. Можно и мне что-нибудь особенное? Пожалуйста. Да, конечно. Вот это уровень. Я понимаю. Стараемся. Ничего себе. Яблоки, фаршированные мясом цыпленка. Индейка с каштанами. Возьму себе просто соку. Приятного аппетита. Спасибо. Готово. Ребята. Наш учитель истории готов жизнь положить на то, чтобы мы хорошо знали его предмет. Прежде чем мы начнем, важно соблюсти правила пожарной безопасности. Сейчас в случае возгорания пострадаю только я. Уткин, возьми с моего стола спички и подожги фитиль. Денис Игоревич, это даже для меня слишком. Вы не оставляйте мне выбора. Мы сильно отстаем по программе. Итак, у вас будет ровно пять минут, чтобы угадать, кто я. В противном случае свершится история. И запомните, ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь в процесс. Итак, начнем. Я национальная героиня Франции. Выбили его башню. Нет, Даня. Я главнокомандующий французскими войсками в 100-летней войне. Ладно, пусть ответит Маша. А Маши нет на уроке. Как нет? Ее Залч к себе вызвала. Ладно, Толик, тогда ты. Толик. А калькулятор с Машей у Залча. Это что за диверсия? Дети, я вас вызвала по очень важному вопросу. Но почему-то забыла по какому. А сейчас у меня необъяснимое чувство тревоги. Дети, развяжите меня! Денис Игоревич, вы сами сказали не вмешиваться в процесс, пока мы вас не отгадали. Скоро будет еще горячее. Денис Игоревич, это не педагогично, но в любом случае вы позаботились о нашей безопасности. Да, Даня, ты прав. Итак, ребята, собрались. Попав в плен к англичанам, я была сожжена на костре, как колдунья. Вы! Да, Даня, ну! Я не знаю! Я тезка певицы Фриски. Не знаю такую. Давай пойдем со мной туда, где нет ни снега, ни дождя. Ну! Денис Игоревич, можно войти? Толик, ты мне жизнь спас. Скажи, кто я? Вы Жанна Фриски. Да, я Жанна Фриски. Уткин, развяжи меня. Стоп! А за что вас тогда сжигают? За песни срочно тушите фитиль! Спасибо, Уткин. Угадай, что тут. Ну, что тут? Два клапана, легочная артерия и аорта. Дэн, не забудь, чтобы я тебе по белоге пятерку поставил. Спасибо! Тебе повезло. Я приглашаю тебя на свою вечеринку. Это официальное приглашение. Тебе повезло! Счастливчик! Меня только уже Владлен пригласил. Ну, так нечестно! Когда он успел всех пригласить? Вроде бы, все чисто. Хотя... Как чувствовала, что что-то пропустила. Ребята, сегодня мы с вами начинаем пробы на роль Ромео для нашего выпускного спектакля. А пробы Джульетты? Пробы Джульетты после. Давайте сейчас начнем. Джульетта, Джульетта, это я, Ромео. Джульетта! Джульетта! Как жаль, что ты Джульетта! Ну, правда, странно. Ну, с таким именем прямо не каждое отчество подойдет. Джульетта Ивановна. Странно звучит. Вы согласны? Джульетта, гулять пойдешь? Я поразил всех врагов! Я сильный Джульетта! Джульетта Петровна. Тоже странно. Ну, если не пойдешь, хотя бы мячик скинь. Я полонрешимости. Я убью всех, кто встанет между нами. Думаю, достаточно. Совершенно точно, что роль Ромео больше всего подходит Толику. Серьезно? Да. Да! Ну, может, тогда начнем кастинг на роль Джульетты? Вы знаете, я так подумала. Джульетта – это же очень сложный персонаж, глубокий. И с ним может справиться только очень тонкая и одновременно с этим сильная натура. Поэтому роль Джульетты в нашем спектакле исполню я. Джульетте 14! Но это только цифры. Главное то, что у человека внутри. А внутри у меня очень молодая душа. Но вы же... Вопрос решенный. Привет! Приходите ко мне на день рождения. Прости, Ларис. Нас уже Владлен пригласил. Ребят, приходите ко мне на день рождения. Извини, нас Владлен уже позвал. Да, я тоже не могу. Приходите ко мне на день рождения. Нас Владлен уже пригласил. Ребят, приходите ко мне на день рождения. Нас уже Владлен пригласил. Жена обещала испечь шарлотку, а я возьму диски мусливы Магомая. Думаю, не стоит. Приходите налегке. Хорошо. Приходите. Доктор. Что случилось? Мне кажется, я ногу подвернул. А, нет. Доктор, мне кажется, я руку сломал. Доктор, мне кажется, у меня аппендицит. Да, точно, аппендицит. Думаю, тебя нужно осмотреть. Ах, нет. Лучше отпустить домой. Нет. Я лучше сам тебя отвезу. Серьезно? Нет. Я лучше придумал. А ну марш на уроки. Войны Света, сегодня мы с вами будем играть в игру, которая сочетает в себе элементы науки, искусства, мудрости и спорта. Шапоты! Пионер Болл, предлагаю поделиться на команды. Ну что, юный падаван, ты готов взять на себя обязательства мастера джедая? Чего? Я буду капитаном. В таком случае, вторым капитаном буду я. Выбирайте себе команды. Я первая выбираю. Веня, пойдет к тебе. Думаю, мастер йогурт должен остаться у тебя. Это так унизительно. Воин дракона, сейчас мы всем докажем твое величие. Держи мяч. А может не стоит? Бросай ворота, но прежде помни, сотвори себя заново, одеваясь небом и землей. О чем это было? Бросай уже! Попробуй еще раз. И помни, величие вещей есть твое величие. Бросай в коня! Я попал на ногу, вы сказали. Молодец. Предлагаю поделиться по списку, кто кому идет на день рождения. Согласна. Девочки. Прости, но у него Сережка Лазарев будет петь. Я к тебе приду, не переживай, будет весело. Тебя не приглашали. Понятно. Ладно. Ты победил. Я не буду праздновать свой день рождения. Я приглашаю тебя на свою вечеринку. И она будет в честь тебя. А зачем ты все это делал? Просто ненавижу вечеринки, где кого-то не знаю. Только в спокойных водах вещи отражаются неискаженными. Опять ничего не понятно. В итоге на вечеринку клористки, которую организует Владлен, придет весь наш класс. Не потому, что мы все такие модные и прикольные, а потому, что мы все друзья. В городе Снежном, в городе Снойном, в сентябре, январе, марте. Каждое утро, раннее утро, в городе Школьном, еще не разбуженном, заспанном будто садимся за партии. Новые идеи, новые контрольные, новый день чудесных перемен. Пишет пьесу и разделяет ролик, необыкновенный школьный день. ПОpek на следующие Had a człowie дом. Подписывайтесь на наш канал. Appeратно,ician важные руки. В Wait-으 Cancer, Cecil ты artık нашел. Велико,риг GS, хоть как-то маленько. Подписывайтесь на наш слабой ки- fourth-клубер. Приятной печи с и ни одними б住ерина. Почему не unw yeahisно к+, ни одна из действий. У последнийեշ к himself не глаз. Полсил, какими, сын amigos.